Девушки отдыхают На дворы весна, худка выходные, а там и каникулы Саправды, день только начинается, а напереде столько всего цикавого, что не мать часа сумовать Ха, я так сама так лечу, але у дорослых я отшула Что ты чула? Парадую, пакульс не дала, сказали, что сегодня дорослые отзначают международный день боротьбы с депрессией Вот что придумали У нас, малых, такой проблемы не ма, бо мы мае заусёды у цудовным настрои Тому депрессия боится до нас приближаться А дорослых, які лечат, что у них шмат проблем, депрессия час от часу атакуе И они вымушены с ёю змагаться А вы ведаете левшие сроки боротьбы с депрессией? Сонечный свет, прогулки и гуйни на свежем поветре Так, а я ещё треба высыпаться и добра харчаваться Правильно, и займаться физкультурой Утым лику робить ранешню зарадку А мне ещё подымают настрою, встречусь в сябраме Весёлые размовы и гуйни Ух, столько энергии после, ого-го А у меня энергия бьёт проскрай, коли я открываю для себя нечто новое, цікавое, незвычайное Одразу спешаюсь и поделиться гэтым зынчами Познавальные передачи и весёлые мультики так само спрыляют с добрым настрою Так, вокруг стойки у сего радостного и цікавого, что не треба псовать себе житё дреным настроем, негативом и депрессией Спадя Юся, дорослый, тебе плачули, Касечка А замацевать наш добрый настрой я пропоную жартаулливой викторыной Давайте, люблю розные гульни, а жартаулливые тем более Починай, Лесик Увага, на якое пытанье нельха дать стануучий отказ? Чаму нельха, на любое пытанье можно отказать станууча Не за усёды Чаму не, гэта ўжо детали, сгаджайся ты тяне, але ў принципе станууча отказать можно за усёды А калі няма физичных махчымысті отказать? Не разумею, на прыклад На прыклад, калі ты спіш Правильно, молочинка, Таня, стагадалася Нельха, дать стануучи отказ на пытанье, ты спіш Ха-ха, і правда, калі ты спіш, то не откажеш Так, я сплю, ха-ха-ха, ты обвёл мене вакоў пальце своим пытаньем, Лесик Дак ён же попередзил, што пытанье будуть жарта улівыме Ага, а зараз наступное пытанье З якого посуду немахчыма нічого з'есть? Ха-ха, ведаю, з лялешнага Чаму, калі ў лялешнага посудзі ляжыць маленькі кабалачык якой-небудь ежы, то чаму б не з'есть? Саправда, з лялешнага посуду можна езде А з якого немахчыма? Можа, со слабага матерялу, ну, наприклад, соламянага посуду Не, яблок, ці наприклад, твою любіму морку, чаму б не з'есть соламянага посуду? Так само можна Тут нешта другое Калі ў талерці нічого не ама, то нічого і не з'ясі Так, правильный адказ, немахчыма нічого з'єсті з пустого посуду Ха-ха, што праўда, то праўда, з пустого посуду не пад'ясі Як ты прадумваш такі загадкі, Лесік? Гэта не я, а народ прадумав Я толькі назапашываю крупінкі мудроці Малайчына, Лесік, давай наступнае пытаўне На якое древо садіцца птушка падчас моцнага лівня? На древо з густой кронай, каб скавацца ад дэжжу Але калі іде моцны лівень, любоя древо промокне наскрозь Хм, праўда, выходзіць, пачас лівня птушка садзіцца на мокрае древо? Так, малайчынкі, разым дали правильный адказ Пачас моцнага лівня на мокрае древо Але як правило, птушкі мкнуцца схавацца яшчэ да пачатку дэжжу Дзяку, Лесік, задастіпнае загадкі Жартаў лівым ухілам, падєшы ў нас Не у радість, а зараз давайте усе разом глядзіць мультфильм Уладковайтесь зручніся, бри, запрашаєм вас на незвичайний матч Ай, на самом цікавы місцы! Не хвалюйся, Касічка, хутка будзе праця мультфильма У пэўненых гэтая задаваки драуляныя футболісты праіграець Хателася б, але не ведаю, Лесік, і не такі нахабныя, грубыя, Безсаромныя, ад іх сумленной гульні не чыкай! Патрымлівы, на у радці гэтая задаваки будзіць гуляць па правилам Хуткаў бачы, а введайте, што ў першыню офіцыйныя правилы футбола Былі прынятыя ў Англии, яшчэ ў другой палові 19-го стагодзя Ууууу, даўно! Англия і лічыцца радзімай футбола? Так, але яшчэ ў 2000-х годов таму ў Китае існабала падобная гульня з мяцом Зараз ўе прызнали разновиднастю футбола І сёня футбол – самый популярный вид спорта на планете! Праўда! А введайте, хістараю узнікнення знакамітай крычалки Оле-оле-оле-оле! Хе-хе! Оле-оле-оле-оле! Хе-хе! Так-так! Перша пачаткова ёе выкарастовывалі іспанскі глядачы баёў з быками – карыды Испанцам жа гэты прывітальны выключ перадалі арабы, які захапілі пиранею ў 718-ым годзе Оле-оле расшифровываецца як видазмененная форма арабскага слова «Алах» Цэлая гісторая! Наурадці ўсе глядачы на футбольным стады ёне ведаюць карані популярной крычалки Але гэда не перышкаджае, им заузята крычаць! Аткуль ты ўсё ведаеш, Лесик? Цікавлюся футболом! Могу рассказать і още смешную гісторую! Ай, ну давай! У 1999-м годзе один гадомый итальянский футбольный клуб «Фиорентино» Каб потешить сваіх прыхильніка ў выросшу продаваць бляшанкі с поветром со сваего стады ёна! Какі знаходливыя! Яды продавали поветра? Не просто поветра! У линейцы булі тры водары! Дух трибунал, эсэнція пірамогі і атмосфера раздявалки! Цикава, тебе был опыт на такое футбольное поветро Гэттага я на жаль не ведаю, а не такие смешные факты в истории был Слухайте, калі вам так цикава, можам сгуляць у веру-ня веру на тэму футбола Ха, я не асупрать И я так сама, толькі спачатку паглядзім працяг незвычайного матчу Ага, давайте худшей Ну что я казал, за даваки проиграли Ха, так ему треба Кто мотина задирая нос, то есть носом и застояться Темболь, что дравляные футболисты навыть не рыхтовались до матчу Не тренировались, выник видовочный Лисик, а ты ж на полную не подрахтовал пытанье, да веру-ня веру З нами матч глядел Не хвалюйся, я усе пытанье на память ведаю Бо у темі футбола я, як рыба у воді Што ж, тады починай, калі ласка Починаем Слухайте перше питанье Ти верюте вы, что на увядзення папираджальных карток футбольного арбитра натхнил святлофор? Хм, коли так, то выходит, что червоные і жёлтые картки з'явилися односно недавно Коли уже існовал святлофор Так, а футбол з яго правилами узник ранейшим святлофор, тому я не веру А я веру, бо раней суддя записывал порушенье футболиста у блокноте, а светлофор натхнил його на створенье карток Правильный отказ, Таня Перші футбольные правилы были не такими, як зараз, Кася До конца 60-х годов, минула хастагодзе, арбитры фиксавалі папирэджані ў блокноте Адзін з їх, кенастан, вырашаў зробік систэму, пакарання ў більш наглядной А калі ён адной, чо ў машыні спыніўся на святлофоры, тада яго прайшла ідея выкарыстання червоных і жёлтых карток Усё гіняльнае просто Так, а зараз другое пытання Увага! Ті веры ті мы, што Бразілія адзінае краіна, яка ўдзельничала ба ўсіх чемпіонатах святу па футболі А с тысіча девяцот трыцатага года такі чемпіонаты праводзіся аж двадцать адзін раз Хм, ты падводзіш до того, Лесік, што бразильцы – самая лепші ў свєте футболісты Без ўдзелу яких не праводзіўся ні водных чемпіонат святу? Я веру Тады і я так сама Правильно! Бразільці не прапустили ні водного чемпіонату святу па футболі Пять разів быль яго чемпіонами Браво! І бразільцам, і нам з Таняй І апошні епы Тані Ті веры ті мы, што за адзін матч професійний футболіст ўся рэднім прабігае більш за девять кілометрів Ого! Ні! Піра більш ваеш, Лесік! У гэта тяшка павераць! Ні! Я веру! А ты, Таня? А я веру Правильно! Паколькі матч ўся рэднім дожыцца паўтары гадзіны, то футболіст за гэта час і нагагае девять кілометрів Ого! Ні лёгка быць футболістам! Трэба столькі бегать і я шоў вароты мячом трапляць! А што ж ты думала? Дзякуй, Лесік, за цікаву і гульню! А зайвас, даваці разам паглядзі мультфильм! Што ж, прайшоў час развіцвацца! Зусім ненадолга! Цікавага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі! Весёлага і паспяховага! А мы сустраімся з вами зранку... У нашым Добраранку! Толькі не праспіте!